Всем привет, друзья! С вами Закупач! И в преддверии Mortal Kombat'а, выхода нового фильма, мы продолжаем с вами снимать всякие штуки по Mortal Kombat. Это LEGO фигурки Mortal Kombat, подделки на LEGO из магазина AliExpress, сайта вернее, AliExpress. Купил я все, которые только можно купить, то есть не купил там парочку, а купил всех. Стоили они 60 рублей одна фигурка, получается где-то у меня на 800 рублей здесь. Ссылка будет в описании, если хотите, заказывайте доставка 20 дней до магазина Пятерочка. Я перестал заказывать доставки через Почту России, через вот это в пункте выдачи в магазине Пятерочка, намного быстрее приезжают посылки из Китая, так что всем советую. Итак, давайте, шишел-мышел-котик вышел, кто первый попался, того открываем, кто это. Сейчас мы его соберем и сразу же будем думать, кто ты такой. Ой, вот что такое, какой-то шар, какой-то шар откатился у него. Кто это? У него почему-то наплечники были сняты с него, а почему? Так, наплечники надо одеть. Одеваем. Кто это? Кто это? Так, руки. Эх, я понял, надо было сначала это, руки вставить, потом наплечники. Всё, извиняюсь. Так, вставляем наплечники. То есть руки вставляю раз. У него руки почему-то фриз, такие, знаете, голубые. Так, рука раз. Одна рука по традиции запасная. Да, руки в китайских наборах Лего частенько попадаются такие, ну, плохие, поэтому лучше брать... Что это? Типа у него шар? У него шар в руке почему-то странно. Это, наверное, этот фриз, да, или как он? Ну, вы поняли меня. Это ниндзя, который ледяной. Выражение лица у него одно. Вот, чик. Из-за наплечников он плохо как-то закрывается, надо руки вниз опускать. Ну, вот такая у нас фигурка, что-то шея как-то у него не особо одевается. Такой ниндзяга. Получается практически ниндзяга. И одна запасная рука. И ставим его на подставочку. Ну, слушай, вроде как и неплохо. Да, это получается брат скорпиона, вот эти... Это Субзиро, о, точно, это Субзиро. Я распаковывал большого Рейдена за 3000 рублей, американскую фигурку. Вам этот обзор не понравился? Не понравился, там всего лишь 10 тысяч просмотров. Вставлю вот здесь, в правом верхнем углу. Накидайте туалайков, тогда буду покупать большие фигурки. А пока покупаем вот такие дешевые. Ну, качество так себе, знаете. Это лего, цена ему 50 рублей за фигурку. А, ребятушки, совсем забыл вам рассказать, что я еще купил себе целую кучу масок. Ссылка на них тоже будет в описании. Можете заказывать маски. Это маски Mortal Kombat. По-моему, 800 или 900 рублей стоит набор из скольки ту штук. Сейчас вам покажу. Так, раз, раз, два, три, четыре, пять. Пять масок, вот как раз-таки антикарантинных. Вот. Вот такие они по составу. Обратите внимание, я не знаю, видно вам там или нет. Вроде вязка хорошая. Воняют, конечно, надо бы их постирать. Я их сейчас в стирку отправлю. Потом буду носить, тогда будет нормально. А так пахнет химией. Вот. Но мне также что-то принт не очень. Вот мне кажется, он не особо выразительный. Вот смотрите. У меня просто здесь экранчик, поэтому я сюда смотрю. Вот как он принт. Еще эти маски не для детей. Они очень большие. Посмотрите, они даже мне не жмут. То есть, они на здорового человека. Вот. Набор масок Mortal Kombat антикарантинных. Я просто думал, что еще по Mortal Kombat заказать перед фильмом. Пишите в комментариях, что еще можно купить. Вот такого мерча. Что вам интересно посмотреть. Вот. Так что к Mortal Kombat готов полностью. Ну. Не знаю. Вроде как нормально. Как вам? Нормально. Давайте следующее. Вот. Если будет много лайков, то мы купим еще что-нибудь такого. Это кто такой? А. Вот это у нас как раз таки скорее всего Скорпион. И у них почему-то одинаковые глаза. Скорпион. Ну. Какой-то он тоже. Знаете, они невнятные. Не хватает им четкости. Вот все-таки в Лего, знаете, там прям все четко у них. Так, рука одна. Рука вторая. И они такие прям ниндзя-ниндзя. Это, наверное, фигурки ниндзяга. Их переделали под ниндзя. Так, давайте руки сначала вставлю. Ну, классно было, что у того были прозрачные, у этого Субзира были руки прозрачные. Как будто бы он их отморозил. То есть, знаете, и есть в этом что-то такое прикольное. Собираем, собираем. И голову собираем. А вот взгляд опять невзрачный у него. У него лицо как у этого. Как у Рейдена. Слушайте, ну серьезно, ну что это такое? Да. Вот такой ниндзяга у нас получается. И у него есть даже два меча. Вставляем ему один меч. Вставляем второй меч. Все. Наш парень готов рубиться. Раз у Скорпиона были два меча, или это просто рандомные какие-то... Мечи им вставляют. Да уж. Спасибо. Ну, не хватает, знаете, они на фотографиях у продавца выглядели прям вообще как-то такое ощущение, как будто бы 3D. Знаете, как будто 3D-печаль. А здесь они не 3D, а какая-то... Что это? Я правильно маску одел хотя бы? Вот. Это я сейчас техно. Я не помню, как их зовут, но я помню, которые ракеты выпускали. Вот это я, которые ракеты выпускали. Которые злодеи-злодеи прям совсем. К сожалению, голова улетела в неизвестном направлении, и всё. И я не могу её найти. Проблема этих наборов в том, что вот эти наплечники, они очень сильно упираются в плечи и создают это натяжение, когда голова очень плохо садится и она просто может отлететь. Вот видите? То есть чуть-чуть ты её поддеваешь, и она разлетается. Поэтому качество как-то вот... Вот там можно разные фигурки. Там у продавца вообще ты выбираешь одну фигурку. То есть это я выбрал себе всех. Вот. То есть нащёлкал там. Один такой, один такой, один такой, один такой. Он продаёт их по одному. Поэтому вот эти с наплечниками, скорпионы, субзиры, я вам брать не советую. Вот. У нас фигурка без наплечников. Давайте его попробуем. Голову я так и не нашёл. Надеюсь, она потом найдётся у меня. Так. Потом вот... Вот если бы китайцы присылали уже фигурки с вставленными руками, то цены бы им не было. К сожалению, вот эти руки вставлять аж пальцем больно. Я боюсь, что всё у меня потеряется. Опять же. Чик. Рука раз. Рука два. А здесь что-ли даже две запасные руки или что-то такое? Что это такое? Это сюда надо? Или что это такое? Что это такое? Какой-то кусок чего-то отломанного. Странно. Так, вставляю на подставку. О, здесь написано коп. Копф. Это что такое? Кто знает, что это такое? Это хаш, это файт. Так, и это чувак, который в шляпе. Который бросает шляпу и дерётся шляпой. Не помню, как его зовут. Пишите в комментариях, кто он. У него, причём, смотрите, принты на руках. Это сделано круто. Лего даже достаточно редко это делает. То есть, он такой в татуировках. И на ногах принты, обратите внимание, по бокам. Нет, сделано всё очень красиво, всё хорошо. Нет, фигурка вот эта нормальная. Лучше брать обычные фигурки. Я просто смотрел прохождение Купленова. Mortal Kombat последнюю. И там как раз-таки освежил память, что вот эти роботы, они прям злодеи-злодеи. Вот эти Zero, Sub-Zero. Не, не Sub-Zero, а как они? Вообще не помню. О, вот чёрная маска. Вот эта, мне кажется, самая стильная. Она, знаете, не особо похожа на Mortal Kombat. Ну, вроде как нормально, вот смотрите. О. Такая приятная. О, мне ещё... У меня надо стричься. У меня надо стричься. Хотя я могу косплеить Супермена вот так. Сейчас. О. Всё. Всё. Я Супермен. Вы не знали? Я вот одел маску, всё, меня никто не узнал. Никто не узнал, что я Супермен. Ещё очки сверху. Так, а у нас, походу, Джекс. Да, походу, это Джекс. Давайте его соберём. Вот он, наш чувак с металлическими руками. Я помню, на Денде задержать С. Долго С держишь, и он бьёт по земле. Самая нормальная тема, которая всех бесила, потому что ничего не надо особо делать. Просто жмёшь и жмёшь. Да, руки сделаны как металл. То есть, внимание к деталям всё присутствует. У него такая присуха. Как раз-таки в фильме будет Джекс, так что, знаете, такая актуальная фигурка. Вот, опять же, прорисовано всё. Как гипернетические руки, наколенники у него какие-то странные. Ну, присуха. Ну, выглядит он, да, выглядит чётко. И опять же, на подставке написано вот это КОПФ. Что это значит? Непонятно. Одна запасная рука была. Так, теперь я Скорпион. Я Скорпион. Вот здесь мне нравится перелив. Типа чёрная часть, жёлтая часть. Тоже неплохо смотрится. Вот здесь, видите, как надрыв. Вот здесь плоско. Типа здесь нормально. Типа так стоишь на такой магазине, тебя такой, эй, мужчина, и ты такой поворачиваешься, а там. Здесь ещё не хватает какой-нибудь крови такой истекающей. Ну, много, конечно, прикольных масок на Алике. Следующий. О! Тони Кейдж. Единственный комедийный персонаж во вселенной. Или это не он? Кто это? Джонни. Джонни Кейдж. Написано Джонни, почему-то у него волосы вот такие длинные. А у него раз длинные были волосы? Что-то не сходится. Почему-то у Джонни длинные волосы. А я помню из фильма, я не знаю, как Mortal Kombat в играх, я особо не фанат вообще игры играть. Я обычно смотрю... Ну, я помню фильм из детства. Это моя молодость как раз-таки. Mortal Kombat это лучший фильм моей молодости. Вот. Или это не Джонни? Или это не он? Джонни. Значит, это у него какой-то Джонни непонятный. Потому что такие волосы. Хотя у него очки. Прям как у этого должны были быть. И почему-то у него, видите, есть эти... То есть руки ему связали. Он в кандалах. Жалко, конечно, что его убили. Вот. И жалко, что его нет в новом фильме. По идее, в трейлерах его нету. Надеюсь, он появится в трейлерах. Тик. Может быть, просто его не заспойлерили, потому что это любимый персонаж у всех. Кстати, могу его фигурку заказать на обзор. Опять же, если будет много лайков. Потому что обзоры на дорогие вещи вам не нравятся. Вам нравятся вот на такие дешевые. Вот на Алиэкспресс. 20 фигурок за 800 рублей. Вот это вам нравится. О, это этот, который супер... Барака, да, его зовут? Барака Обама. Бывший президент США. Вот. Вот это он злой, что проиграл Байдену. Видите, какой зубастый стал. Так. Чик. Все. Приодели его. Ручки вставляем. Рук что-то запасных в этот раз я не вижу. Вот. И у него... Что это такое? У него есть этот... Но он же иглами вот такими штуками. Типа у него руки как иглы. Вот. Вставляется ему рука игла. Одна. А второй нету. А где вторая? А, нет, есть вторая. Смотрите-ка. Да. Руки, вот эти когти. Руки-когти, руки-иглы у него есть. То есть мы его так вставляем в руку. Ой, все. Может шинковать морковку. Слушай, это самый лучший муж для жены, да? Который поможет всегда нарезать колбасу, там, салатик, оливьешку на Новый год. Вот. И вставляем его вот сюда. Опять же, тут написано Копф. Почему на некоторых фигурках не написано Копф, а на некоторых написано, кто знает. В чем? В чем секрет? Вот так его вставлю. Вот здесь, кстати, у него лицо норм. Обратите внимание, какое у него лицо. Вот здесь лицо прям намного лучше, чем у остальных персонажей пропечатано. А здесь какая-то хотя бы уникальность читается в этом персонаже. Так, ладно. И одна запасная рука у него есть. Так, и зеленая маска. Маска рептилии. Или это не рептилия? Кто это? Может быть механический вот этот чувак тоже, который робот. Который зеленый. Ну, не знаю, не знаю. Не, маски нормальные, но дороговато. Я, вот красная цена вот этого. 100 рублей маска, это нормальная цена для Алиэкспресс. За 500 рублей можно брать. Но я покупал это за 800. За 800 это дорого, я считаю. Вот, все, они отправляются в стирку. Я буду в них ходить. Если увидите Субзира в очереди в пятерочке за продуктами, то знаете, это, возможно, я. Вот. Следующий. Кто это у нас? Ой, это кто? Это рептилия, по-моему. По-моему, это рептилия. Аккуратненько. Вот опять эти наплечники, которые меня бесят. Так, сначала вставляем руки. Вот эти наплечники, они просто упираются в руки, и поэтому надо руки как-то ставить вниз, что ли, непонятно. А здесь и рук не хватает, да, у меня? А где рука? Ну, спасибо вам. Спасибо большое. Здесь руки нету. Вот вам и китайцы. Заказывать не советую. Так, сейчас ему намордник одену. Может, что-то неправильно одеваю? Может, вот так надо одевать? Тогда бы было нормально. Ну, нет, надо вот так. Это зеленый ниндзяга. Как зовут зеленого ниндзяга, кто помнит? Чик. О, а вот этот плотно, кстати, сел. Это единственный пока, кто плотно сел. О, вот такой у нас зеленый ниндзяга получается. Вставляем его, ну ладно, подножку не буду вставлять. Смотрите, у него должна быть рапира, но рапиру некуда вставить. Вот так я могу вставить ее в руку единственную. Может быть, имеется в виду, что раз он рептилия, то у него в этой руке сидит рептилия. Ее надо оттуда достать. Руки нету. Но у меня, конечно, есть руки запасные. Я могу найти в своих лего-наборах. Это полно, потому что я китайских наборов очень много заказывал. У меня, кстати, есть плейлист на канале лего. Вот можете посмотреть тоже в правом верхнем углу. Он там будет в аннотациях. О, смотрите какой. Секира класс. Единственное не класс, что у него нет руки. То есть руку не доложили. Это печально. Можно, конечно, открыть спор. Ну, ладно. Ладно. В целом-то все хорошо. Это кто такой? О, это у нас Зелебоба, который многоручий. Как его звали? Чемпион Mortal Kombat самый главный. Грога или нет? Или какого? Одолев которого наши люди стали... Что? То есть это просто две лего-фигурки, они поставили друг на друга? Хитро. Вот в ниндзяга гармодон, который четырехрукий, он сделан прикольно. Это же сделано как-то пофигу... Пофигистически. Так, раз рука. Так, вторую руку. Опять же принты зато совпадают. То есть здесь даже принт совпадает. Вот выражение лица какое-то, правда, странное. Он просто... Просто грустный. Такое ощущение, что его обидели. Это прям момент, когда Тони дал ему по яичкам. Вот видите, он такой просто грустный. Ему просто грустно. Давайте вставлять ему руки. Раз рука. Два рука. Опять же, одна только запасная рука в наборе. Три рука. Четыре рука. Вставляем его вот сюда. Вот это принты совпали. Видите, как будто ремешок у него один сплошной. И он очень высокий. У него хвост на голове вот этот. Чик. Хоп. Хвост больше, чем голова. У него обычно в фильме была голова большая, а хвостик маленький. А здесь наоборот почему-то. У него хвост большой, а голова маленькая. И даже ему можно дать в руку вот эту наковальню, или как она называется. Ну вы меня поняли. Как у Ильи Муровца. На балду. Так. А нет, две запасные руки здесь. Там две запасные руки было. Ну слушай, прикольная фигурка. Вот эту фигурку брать можно, тем более они стоят все фигурки одинаково. А здесь вы получаете в два раза больше лего, чем в других наборах. Вот. И две запасные руки. Следующий кто? Пока я не понял, кто это. А, это девочки пошли. Кто это? Это Китана, что ли? Это дочка бога. Дочка злодея, которая стала хорошкой или нет? Так. Ну выпуклостей, конечно, нарисовали. Да. Знаете, это как будто бы обвисшая грудь у нее. Вот такое ощущение. Ну по внешнему виду. Какая-то странная она. Обычно она всегда такая, знаете, манящая. Такая классная чика. А тут она какая-то странная чика, я вам скажу. Она еще в чулках. Видите, это чулки. А тут тело. Все как надо. И одеваем ей волосы. О, с волосами уже лучше. С волосами уже чуть-чуть поманящнее стало. И оружия почему-то в наборе у нее нет никакого. Вот это странно. И рука одна запасная. Ну да ладненько. Следующий. Кто это? О, это лорд Сайбот или как его там? А нет, не лорд Сайбот. Как его? Кочется, самый главный злодей. Который круче, чем сам Шисунг. Вот этот Сасунг. Так, давайте ему руки вставлять. Рука раз. Я помню на Дензи он бил еще топором. У него была такая суператака топор. Такой тучит. Этим топором постоянно все спамили. Одеваем ему наплечники. Так, теперь одеваем ему. Хоп. Надеваем ему шлем. Так, руки вставляем. О, вот эта фигурка шикарная. Вот эта фигурка пока лучше всех, наверное, по качеству сделана. Вот его молот, который он постоянно спамит. Да, не топор, там был молот вот такой. Я вспомнил. То есть, вот такой у него молот в руке. А в другой руке что это такое? А почему? А, это, наверное, молот должен быть длиннейше, да? Вот такой он должен быть. Наверное, вот так. Да. Я думаю, молот должен быть у него больше. Поэтому это, типа, удлинитель молота. И вот эта штука, которой он делает массаж. Вот, царапается. О, вот такой. Ну, вот эта фигурка пока самая лучшая. Мне прям очень нравится. И по качеству приятная. Прям неплохо. И капы никакой не написано, странно. О, вот такой у нас чувак. Одна запасная лапка осталась у него. О, Лю Кенг. Лю Кенг. Так, вот им тоже постоянно спамили в Дэнде. Ногами. Удар ногами. Вот это. Он вот так сделал. Вот так. Ноги вперед. Так. Ну что же. А ему голову не надо снимать. Одеваем руки. Половина сегодняшнего обзора я занимаюсь тем, что вставляю руки. Очень это долгое занятие. Будет прикол, если попадется рука какая-нибудь запасная у кого-нибудь. Это было бы очень хорошо. Тогда бы мы могли бы рептилии собрать полностью сет. Но пока что именно локоть нам не попадается. О, Лю Кенг какой-то прям очень злой. С волосами. С волосами он похож на этого. На Рэмбо. А что не вставляются волосы-то? О, вставились. Это и Лю Кенг, и Рэмбо первая кровь. Все в одном. Очень даже похоже. Чик. О. Вот такой у нас лев получается. Не, ну выглядит он, конечно, брутально. Да, мощно. Соня бы оценила. Так, это кто у нас? А, вот и Рэйдом, да, по-моему? Рэйдом в каком-то своем белом вот этом странном костюме, который мне никогда не нравился. Я рад, что в Mortal Kombat 11 его приодели. И опять же он с наплечниками вот этими. Чик. А, нет, сначала руки. Сейчас руки сначала вставляем. Вставляем руки. Раз, рука. Два, рука. Опять же, приятные принты у него на руках. Одеваем наплечники. Это за этих наплечников приходится руки опускать ниже. Вот. И посмотрите, у него глаза очень напоминают. У кого-то у нас там было уже. О! Ну, какие-то странные глаза вот эти, как в тумане. Так, одеваем ему шапочку. Шапка для собирателей риса. Вот на Рэйдена, которая нормальная фигурка, здорового человека из Америки, у меня уже есть обзор. Можете ввести просто на Ютубе. Закупать Mortal Kombat или там Рэйден и найдете. Закупать Рэйден. О! Ну, кстати, выглядит неплохо. Единственное, что лицо у него такое, знаете, не сильно выраженное. Я бы хотел, чтобы почетче был принт на лице. А так, почему бы и нет. И вот эта Лего, кстати, она по ощущению, она легче, чем оригинал. То есть она какая-то, что ли, запечатка не такая крутая. Так, следующая фигурка. Кто это у нас? Так. Вау! Кто это? Что это? Кто это, правда, я забыл. Это огненный, который огнем? А я не помню, как огнем, которого звали. Это который огнем стрелял? Серьезно, не помню, кто это такой. Так, вставляем ему вот эти наплечники. Потом вставляем ему... Это красный ниндзяга. Все, я понял. Как зовут красного ниндзяга? Вот это он. Выражение лица у него, опять же, какое-то грустненькое. Вот опять не встает. Прямо, чтобы закрылось. Чтобы плотно сидело. В чем проблема? Эх! Не, вот эти фигурки, они прям отвратительные. Так, вставляем ему руки. Сейчас опять все разлетится, и я все потеряю. Не, нормально. И у него почему-то тоже эти цепи на руках. А почему у него цепи на руках? Он тоже пленник? Он в итоге хороший оказался? Да, видите, у него цепи на руках. Цепи, цепи и кольца. Какая-то очень кривая фигурка, мне вообще не нравится. Не, не, мне очень не нравится. Как-то очень, фу, сделано. Следующий набор. Кто это у нас? Желтый. Что-то я уже совсем запутался в них. Там что, было несколько скорпионов? Это похоже на скорпиона, но это... Опять же, глаза, обратите внимание. Вот. Что у Рейдена глаза, что у этого глаза. Ну, одинаковые. Зачем они так сделали, я не понимаю. Раз, рука. Два, рука. Три, рука. Четыре, рука. Сейчас будем делать наплечники. Может быть, наплечники надо как-то по-другому ставить? Может, я их неправильно ставлю? Да не, они вроде вообще абсолютно одинаковые, идентичные. Может, вот так? Так. Опять же, он упирается в плечи. Давайте я опущу руки вниз. Во. Так, у него опять же... Это желтый ниндзяга. Все, я понял. Ха. Чик. Очень плохо сидит. Вот видите, рука... У него просто... У него просто голова будет вылетать. Вообще, вот эти наплечники надо убирать. И вот так голова уже сидит намного лучше. О, я эти наплечники уберу туда. Потому что так она, голова вообще не крепится. Они должны были удлинить шею, но они не удлинили шею, чтобы это все хорошо держалось. Так, здесь у него... Это, наверное, крепится вот так, да? Типа он швыряет. Это скорпион, скорее всего, он швыряет вот эту штуку. О. Наверное, вот так. И в руку ему даю. Да. Вот. Это на цепи вот такой кинжал. Можно сказать, что это маленький скорпиош у него внизу. То есть на конце. На конце скорпиоша. Так. И последняя фигурка. По-моему, я заказал всех, ребят. Это, наверное, вся коллекция, которая только могла бы быть. Самое полное издание. Фиолетовый. Точно такой же вообще Абсолютли. Вот их заказывать не советую. В них никакой изюминки нет. Сейчас мы в конце видео подведем итог, какие фигурки стоит брать. Потому что у продавца вы можете выбирать именно по фигуркам каждого. То есть какая фигурка вам больше нравится, какая меньше. То есть все они надо заказывать, как я. Так, вставляем голову. Вот голова опять же что-то не... То есть это наплечники вот эти держатся опять как-то. Может быть у него голова встанет. Фиолетовый ниндзя. А, ну тут голова чуть-чуть как-то... Чуть-чуть держится вроде как. Просто видите, вот тут зазоры выходят. А должен сидеть до упора. Оп. О. Вот такой у нас фиолетовый ниндзя получается. У него есть даже меч. Синий почему-то. Почему синяя сабля у него непонятно. И вставляем сюда. Вау. Ну вот это еще неплохо. Неплохо смотрится. И опять же запасная рука. Ну что же, давайте я вам покажу фигурки, которые мне понравились, которые я всем советую. Конечно же советую брать чемпиона Mortal Kombat. Вот он прям зачетный. Вот его советую. Потом Люкенга можно брать. Он тоже офигительный. Вот мне он понравился. Кто еще? А, ну первое место безусловно это вот Lord. Вот Lord вообще офигительный. Так, кого бы еще? Можно еще конечно брать вот этого. Бараку Обаму. Барака Обамы. Ну пожалуй все. Вот это наверное мои любимые фигурки. Вот четыре из этой набора. Вот если хотите за недорого купить себе фигурок, вот четыре эти штуки выберите. Ну или покупайте как я всю коллекцию. Вот я купил себе всю коллекцию и буду радоваться. А с вами был Закупач. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова